Стив, ну ты-то куда? Но каким образом на одном конкретном континенте появились настолько странные пугающие виды? Что ж, похоже Австралия сделала это со многими животными сама. И вы не подумайте, на самом деле мы со Стивом обожаем Австралию. Чудесное место. Просто очень необычное. Посмотрите на это милое, беззаботное существо. Это тигровая кошка и она выглядит очаровательно. А этот хвост. Тигровые кошки питаются насекомыми вредителями, живут рядом с человеком и не доставляют проблем. Это животные без единого подвоха. Правда, есть одно но. Тигровые кошки – предки этих существ. Когда Австралия отделилась от всего остального мира, тигровые кошки оказались изолированы от многих других животных. Затем, где-то в промежутке между 10 и 15 миллионами лет назад парочка тигровых кошек решила, что пора что-то менять. И они выбрали насилие. Так в их родословной появилась совершенно новая ветка – тасманские дьяволы. Они были на 15% крупнее и на 50% тяжелее существ, которых вы видите на своих экранах. И нам всем крупно повезло, что тасманские дьяволы с тех пор слегка уменьшились. Это слишком агрессивные животные. Я не буду бросаться словами вроде «настоящие монстры», но можно сделать кое-какие выводы по конкретным примерам. В 2012 году тасманские дьяволы были завезены на остров Марайя к востоку от Тасмании. Не случайно, а с благородной целью – создать новую популяцию животных, чтобы предотвратить уничтожение вида. Но вскоре оказалось, что решение было не самым удачным. Как и любое переселение животных на новые места. Тасманские дьяволы слишком хорошо прижились на острове, и 28 особей быстро превратились в 100. Хищники не только активно расплодились, но и уничтожили 3000 размножающихся пар малых пингвинов, поставив под угрозу всю популяцию. В принципе, тасманским дьяволам было все равно, каких пингвинов убивать – молодых, старых, взрослых. Они с удовольствием ели даже тонкоклювых буревестников, а также некоторых других птиц. Короче, несмотря на предупреждения многих исследователей, программа по спасению тасманских дьяволов поставила под угрозу целую кучу пернатых. Еще один аргумент – темперамент тасманских дьяволов. Помните того персонажа из «Луни Тюнс»? Так вот, у реальных зверей есть с ним что-то общее. Когда тасманский дьявол чувствует угрозу, он переходит в режим берсерка. Рычит, бросается, скалит зубы. Он также издает потусторонние жуткие звуки, которые могут показаться реально дьявольскими. И хотя огромное множество животных ведет одиночный образ жизни, именно в случае тасманского дьявола мне кажется, что это обусловлено его характером. Тем более все эти жуткие вопли предназначены в первую очередь для того, чтобы отпугивать сородичей. Но в результате они используются гораздо чаще. Нет, эти животные не пытаются убить друг друга. Они пытаются спариться. Да, даже ухаживания от османского дьявола выглядят жестоко. А как вам тот факт, что эти звери поглощают свою добычу целиком? Не в том смысле, что как питоны. Тасманские дьяволы просто съедают все. И мягкие ткани, и органы, и кости. Их челюсти способны создавать большую силу для разрывания твердой добычи. Считается, что у тасманских дьяволов самый сильный укус относительно массы тела среди всех ныне живущих хищных млекопитающих. Его сила составляет 553 ньютона. И кстати, что там с предком тасманского дьявола? Вымерший родственник был крупнее и выглядел как нечто среднее между современными животными и гиеной. По словам ученых, он почти наверняка был активным хищником с еще более сильным укусом. Рацион древнего тасманского дьявола на 75% состоял из свежего мяса, а значит он охотился на все, до чего мог дотянуться. Современные тасманские дьяволы в основном падальщики. Древний зверь обитал в лесах северо-западной Австралии, в период позднего миоцена, который длился от 12 до 5 миллионов лет назад. Затем из-за изменения климата животное вымерло. Если бы этого не произошло, то сегодня это было бы гигантское чудовище из-за островного гигантизма. Представляете себе злобного агрессивного хищника с мега сильным укусом, да еще и размером с какого-нибудь тигра? Мне вот что-то даже представлять не хочется. И тут возникает вопрос, как вообще получилось, что тигровые кошки, вот эти милые создания, стали тасманийскими дьяволами. Нормально же все было! Ответ кроется в отделении Австралии от остального мира. Когда это произошло, на ее территории оказалось довольно ограниченное количество животных. Из млекопитающих это были в основном сумчатые, которым пришлось развиваться в самые разные стороны, чтобы каждый мог занять собственную экологическую нишу. Так, например, появился тилоцин и сумчатый лев, чтобы занять те ниши, которые во всем мире принадлежат хищникам, вроде волков и больших кошек. Они даже внешне похожи, только более австралийские. Вот на этом изображении можно увидеть животных и их сумчатые аналоги из Австралии. В то же время любому месту на планете нужны падальщики, животные, которые будут очищать землю от мертвых туш, чтобы бактерии и микробы не распространялись слишком активно. Австралия не исключение. Поэтому у тигровых кошек попросту не было выбора, кому-то из них пришлось взять на себя эту роль. И так они превратились в тасманских дьяволов. Знать этот случай, когда родители заранее выбрали за тебя будущую профессию. Где это я? Где я? В Австралии. Нееееет! Почему же они настолько демонические? Ну, наверное, пришлось стать такими, чтобы выдержать конкуренцию с другими, не самыми дружелюбными обитателями Австралии. И подобное преобразование произошло не только с тигровыми кошками. Видели, вамбатов – удивительные существа. Сейчас они похожи на медведей-хомяков, но когда-то Австралия сделала с предками вамбатов то, что умеет лучше всего. Тысячи лет назад на континенте обитала группа гигантских сумчатых, которые, вероятно, весили более тонны, владели длинными когтями и имели странные локти, которые не могли сгибаться. Эти животные принадлежат к семейству под названием Палархестиде. Скорее всего, они впервые появились более 20 миллионов лет назад и, возможно, сохранились до 50 тысяч лет назад. То есть успели застать на континенте первых людей. Ученые думают, что они отдаленно напоминали гигантского вамбата с большим хвостом. Причем было установлено, что по мере эволюции эти животные становились все крупнее. И крупнее! И крупнее! Вот так, например, выглядела челюсть. Но как бы ни был страшен вамбат размером с лошадь, да еще и с острыми как бритва когтями, эти животные, скорее всего, были травоядными. Благодаря жестким, но мощным когтям гигантские вамбаты хорошо справлялись с добычей растительности, а иногда и вставали на задние лапы, чтобы поесть. Учитывая их размеры, древние вамбаты не могли бы лазать по деревьям и не жили бы на них, как современные сумчатые. Но чтобы превратиться в особые австралийские виды, животные должны были в эту самую Австралию попасть. Когда-то Австралия была частью южного суперконтинента Гондвана, в состав которого входили также Южная Америка, Африка, Индия и Антарктида. Гондвана начала распадаться 140 миллионов лет назад, Австралия отделилась от Антарктиды и находилась в относительной изоляции. Вот так планета выглядела 60 миллионов лет назад. А это уже 40 миллионов лет назад. В общем, у животных на всей остальной планете была возможность путешествовать на любые, даже огромные расстояния. Только животные Австралии оставались как бы заперты. Они формировались и эволюционировали благодаря уникальному климату и геологии континента. Потому что в определенной степени Австралия оказалась изолированной еще и от глобальных изменений климата. Пока остальные континенты становились холоднее, а их обитатели вымирали или изменялись до неузнаваемости, Австралия хранила уникальную фауну Гондваны. С некоторыми изменениями, конечно. Посмотрите на эту линию. Ни одно животное, кроме разве что птиц, не могло пересечь ее. Обитатели Австралии могли только приспосабливаться к замкнутой жизни. Около 15 миллионов лет назад климат континента начал становиться все более засушливым, но в то же время остались тропические и сезонно-влажные районы. Получилось сочетание факторов, которое создало множество уникальных видов. Палочники. Насекомые, которые питаются листьями, и эти самые листья напоминают. Существует довольно много необычных форм, которые придумали палочники, чтобы замаскироваться от хищников. В Австралии встречается около 150 видов палочников, и некоторые из видов являются самыми крупными в мире. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вот так палочники выглядят по всему миру. А вот какими они стали в Австралии. Одним из интересных австралийских палочников является экстатосома тиаратум, также называемый палочником маклея. Самки этого вида имеют очень большие тела, но при этом слишком короткие крылья, поэтому не могут летать. А теперь представьте, существо 20 сантиметров в длину, с многочисленными шипами и расширениями на морде и лапах, включая пучок шипов на затылке. Представители обоих полов в случае опасности принимают позу угрозы, вставая на передние и средние лапы и направляя брюшко вверх или в сторону, как будто они что-то вроде скорпиона. Если коснуться брюшка, они откидывают лапки назад, защищаясь, а шипы на них вполне могут проколоть кожу человека. В качестве бонуса взрослые особи издают щелкающие звуки и выделяют защитный запах, напоминающий ириску. Да, с маленькими детьми такой прием самообороны точно не сработает. Кроме того, самцы могут пытаться отпугнуть хищников, раскрывая крылья. Выглядят они довольно устрашающе, но, к счастью, не способны кусаться, да и сами питаются только листьями. Но как получилось, что обычные палочники стали такими? Все просто. Их пугающий внешний вид вызван агрессивной средой вокруг и необходимостью как-то от нее защищаться. Да, на взгляд человека они выглядят страшно, но на взгляд хищника они просто листик. Листик, который пахнет риской. Вот палочник Голиаф. Совсем другая история. При длине взрослого тела 105-146 мм у самцов и 155-204 мм у самок, эти палочники являются одними из крупнейших в Австралии. Они тоже научились классическим способам маскировки, эволюционировали, чтобы напоминать лист или ветку дерева. Маскировка сопровождается раскачиванием тела из стороны в сторону, которая, как считается, имитирует раскачивание листьев и ветвей на ветру. Еще палочники Голиафы умеют расправлять крылья и принимать угрожающую позу, а также довольно болезненно бить задними ногами, что отпугивает хищников. Так что же в них другого? О, эти ребята пошли чуть дальше своих собратьев. Известно, что палочники Голиафы охотятся на насекомоядных и всеядных птиц. На птиц! Вот это веточка! Хотя, конечно, основную часть их диеты все-таки составляет растительность. Вообще, австралийские палочники – квалифицированные мастера обмана, и веточка – лишь один из многочисленных вариантов маскировки. Еще не родившись, насекомое имитирует семя. В юности оно выглядит и ведет себя как муравей, и только повзрослев, принимает свой окончательный облик листа или палочки. Вы можете подумать, что со всем этим камуфляжем будет сложно найти друг друга. Но палочники общаются с помощью феромонов, так что проблем у них не возникает. Через некоторое время после спаривания самка откладывает яйца, которые падают на лесную подстилку, и цикл начинается снова. А теперь давайте рассмотрим чуть подробнее причины, по которым австралийские палочники такие… австралийские. Как я уже сказал, все дело в более агрессивной среде, которой нужно было как-то противостоять. Ученые выяснили, что разнообразие форм и видов палочников появилось после того, как динозавры вымерли 66 миллионов лет назад. А когда не стало динозавров, появились птицы и всякие хищные млекопитающие, от которых и пришлось учиться прятаться. Австралия и ее территории являются домом для около 800 видов птиц. Это реально очень много! Настолько много, что считается, около 60% мировой популяции воробьиных произошли именно отсюда. И снова! Да, это причина большинства австралийских особенностей. За это стоит сказать спасибо отделению от остальных континентов. После него хищников было мало, и птицы начали процветать со страшной силой. Помимо местных видов, сюда периодически прилетали и птицы из других краев света. Что оставалось делать палочникам? Разнообразить свой внешний вид? Просто выглядеть, как палки и листья, стало недостаточным. К сожалению, происхождение палочников, кто от кого появился и в кого эволюционировал, все это изучено плохо. В отличие от млекопитающих с их твердыми костями, тела насекомых не сохраняются, и найти их следы спустя миллионы лет практически нереально. Однако у всех палочников на Земле был общий предок. И именно те ребята, которые очутились в Австралии, стали такими необычными и крутыми. Какие тут могут быть вопросы, когда палочники умеют размножаться после смерти? Ученые обнаружили, что даже если палочника съест птица, у него все равно есть шанс произвести потомство. Все просто. Когда птица проглатывает палочника, яйца, расположенные внутри тела насекомого, могут пройти через пищеварительный тракт птицы и выйти из него без повреждений. В тепле и уюте птичьих экскрементов. Не верю, что я только что произнес эту фразу. В общем, там они могут даже вылупиться. Звучит знакомо? Неудивительно, ведь многие растения так поступают с семенами. А теперь оказалось, что палочники не только выглядят как растения, но и ведут себя как растения. Расширяют материал обитания. И даже если для палочников это не основной способ распространения своих генов, согласитесь, возможность размножаться после смерти – невероятно крутая фишка. И вот интересная деталь. Об Австралии часто говорят, как о месте обитания множества жутких насекомых. Как будто им досталась вся ползучая жуть планеты. Но дело не в том, что в Австралии много пугающих насекомых. Там просто много насекомых в принципе. Из примерно 200 тысяч видов животных, обитающих в Австралии, около 96% составляют беспозвоночные. 75% из них – это насекомые. Благодаря такому огромному проценту и возникает ощущение, что самые страшные существа водятся именно здесь. Хотя дело всего лишь в процентном соотношении. В этом же самом процентном соотношении Австралия – собрание самых исключительных видов планеты. Из 300 видов наземных млекопитающих, обитающих в Австралии, почти 90% встречаются только в этой стране. Ну, это если не считать содержание в неволе и занесение человеком в другие места, конечно. Кроме того, по некоторым данным, 70% птиц и почти 90% рептилий также являются эндемиками этой страны. Пожалуй, ни одно место на Земле не может похвастаться такими показателями. В то время как животные по всей Америке, Европе, Азии и Африке мигрировали на большие расстояния, приспосабливались к новым условиям, в Австралии все, считайте, сидели на месте. Масштабные перемещения осуществлялись вместе со всем континентом. В результате у нас множество животных с уникальными характеристиками. А знаете, кто мой самый любимый австралийский эндемик? Утконос. Утконос – это какой-то эволюционный абсурд. Просто природа взяла выдру утку-ящерицу, добавила немного яда и получился утконос. В 1799 году первые ученые, исследовавшие сохранившееся тело утконоса, пришли к выводу, что это подделка, сделанная из нескольких животных. Они решили, что кто-то пришил утиный клюв к телу бобра. И, честно говоря, я не могу их осуждать. Ну, кто в здравом уме поверит, что природа создала такое? Ученые этого времени просто не понимали, на что способна Австралия. Все началось 280 миллионов лет назад, когда похожие на млекопитающих рептилии отошли от линии, которую они разделяли с птицами и другими рептилиями. Примерно спустя 80 миллионов лет после этого события яйцекладущие и млекопитающие отделились от общей линии млекопитающих. Этот маленький и странный отросток генеалогического древа – путконос и четыре вида ехидн. В каком-то смысле они находятся где-то между ящерицей и тем, что мы считаем млекопитающим. Если вы слегка запутались, то вот на этом изображении наглядно показано, как все происходило. Заодно и то, как предок утконоса оказался в Австралии. Знакомьтесь, это стероподон, тот самый зверь, которому суждено остаться в изоляции. Прежде чем стать утконосом, сначала он превратился в монотраматум. На это ушло около 60 миллионов лет, зато с тех пор утконосы практически не изменились. Так сказать, достигли эволюционного совершенства. Посмотрите, живот утконоса не похож на животы других млекопитающих. Определенно чего-то не хватает. Все дело в том, что молоко утконоса просачивается через поры в его животе, а не через соски, как у остальных. Еще одна невероятная адаптация – это то, как они добывают пищу. Утконосы закрывают глаза, уши и нос под водой и находят добычу, ощущая электрические токи своими утиными клювами. Их яд находится в шпорах, на пятках самцов, что тоже абсолютно уникально. Кажется, если бы какой-то писатель-фантаст придумал подобное существо, все обвинили бы его в абсолютной нереалистичности. Ну как такое может существовать? А самое интересное, что никто не знает, почему утконосы просто решили перестать развиваться и остались вот такими. За миллионы лет они не стали больше похожи ни на птиц, ни на рептилии, ни на млекопитающих. Возможно, причина кроется в самой Австралии. И, наверное, опять в ее изолированности. Кстати, знаете, в какой стране больше всего ядовитых животных? Не, не в Австралии. Почетное первое место занимает Мексика с 80 ядовитыми видами, следом идет Бразилия, там 79 видов, а в Австралии всего 66. Вообще очевидно, что количество ядовитых видов напрямую связано с теплым климатом. Это правило работает даже в США. Посмотрите, чем ближе экватор, тем более ядовитой становится фауна. Из правила, конечно, есть исключения, но логика тут простая. Наиболее ядовитыми являются хладнокровные животные, такие как змеи, пауки и медузы. Жить в прохладных условиях они просто не способны. Также считается, что производство яда довольно энергозатратно. Вместо того, чтобы становиться ядовитыми, животные пускают ресурсы в защиту от холода. Их можно понять. Какая разница, вырабатывается ли яд в твоем организме, если ты замерз где-то под корягой? И тут кто-то из зрителей может возразить. Но в Канаде, например, тоже есть ядовитые змеи. Почему? Что ж, ареал этих змей ограничен Южной Канадой. Они избегают холодных сезонов, вовремя впадая в спячку. А вот Австралия с ее жарким, засушливым климатом стала идеальной средой для выработки яда в организмах. Ой, кстати говоря, вы слышали, что из-за глобального потепления ядовитые животные смогут наконец поселиться и на севере. Да, я тоже предпочитаю об этом не думать. Потому что чертовски ядовиты в Австралии даже растения. Некоторые из них вызывают настолько мучительную боль, что она не проходит неделями или даже месяцами. Согласно недавнему исследованию, растения из рода Дендрокниде производят токсин, мало чем отличающийся от яда пауков. Повторю еще раз, если вдруг вы не поняли. Растение вырабатывает паучий яд. Ну, почти. Оно покрыто крохотными игольчатыми придатками, которые выглядят как тонкие волоски, но действуют как иглы для подкожных инъекций. Через эти иглы токсины вводятся в организм при контакте с кожей. Как оказалось, токсин воздействует на одни и те же болевые рецепторы, что и яд пауков. Это может быть примером конвергентной эволюции. То есть эволюции, когда сходные черты проявляются у неродственных видов. Причем настолько неродственных, что один вид – животное, а второй – растение. Вообще, такая эволюция часто обусловлена схожим давлением окружающей среды и образом жизни. А значит… Да, континент вызвал такое давление, что даже растения здесь предпочитают использовать яд для самозащиты. Вообще, если попросить людей назвать самых смертоносных существ Австралии, то они, скорее всего, назовут впечатляющий список змей, пауков и акул, способных убить человека. Может быть, к ним добавятся медузы и осьминоги, но кто же на самом деле возглавляет список? Медоносная пчела. Звучит не слишком угрожающе, а между тем, эта трудолюбивая насекомая, впервые завезенная в Австралию в 1822-м, убивает одного-двух австралийцев в год. В среднем акулы ежегодно уносят меньше жизней, да и количество смертей от укусов пауков в стране также ниже. У большинства людей укус пчелы вызывает лишь локальную боль и отек. Однако считается, что до 3% населения страдают аллергией на яд медоносной пчелы и, скорее всего, даже не подозревают об этом. Известно, что с 2000 по 2013 год укусы привели к госпитализации почти 42 тысяч человек, включая смертельные исходы. Среди них укусы пчел, лос и шершней были причиной 31% госпитализации, потеснив на пьедестале наиболее известных ядовитых хищников Австралии – пауков и змей. Причина высокого процента смертности в результате пчелиных укусов довольно странная. Когда человека кусает змея или паук, тот, естественно, едет в больницу. Но нам свойственно недооценивать пчел до тех пор, пока не становится слишком поздно. На фоне всего этого некоторые всерьез считают, что самые опасные животные в Австралии – это пчелы. Если же взглянуть на мировую статистику, то пчелы в 2022 году окажутся лишь на 16-м месте по количеству вызванных смертей. Получается, австралийские пчелы какие-то особенные? Или их жертвы просто настолько привыкли к множеству ядовитых существ, что просто не парятся по поводу каких-то пчел? Без отдельно проведенных исследований выводы делать пока рано. Такой звонок поступил в службу спасения несколько лет назад. Мужчина просил вызвать скорую, потому что боялся истечь кровью до смерти. А все потому, что на него напала самая опасная птица в мире. Объективно, что может быть страшнее 60-килограммового современного динозавра с когтями-убийцами? То, что он способен подпрыгнуть на полтора метра от земли и направить свои ноги-кинжалы в цель еще в полете. Неудивительно, что смотрители в зоопарках используют щиты при работе с казуарами, но даже они не всегда помогают. Потому что казуары – это существа, от которых очень сложно спастись. Мало того, что эти птицы прыгают, так они еще и развивают скорость до 50 км в час в густом лесу. Кроме того, казуары хорошо плавают, могут пересекать широкие реки и заплывать в море. И они всеядны. Да, многие подобные птицы могут есть мясо, но казуары по определению являются чемпионами по всеядности. Они непривередливы в еде и готовы есть все, что может поместиться в их пасти. Мясное оно, живое, мертвое – неважно. И я не случайно упомянул динозавра. Казуары очень, очень, очень старые. Они начали развиваться около 60 миллионов лет назад, в меловой период, когда не птичьи динозавры были доминирующими животными на Земле. Тогда же, кстати, появился утконос, похожий на современного. Именно из-за своей древности казуары имеют некоторые общие черты с динозаврами, в том числе их трехпалые ноги и их дыхательную систему. Да, все птицы произошли от динозавров, однако казуар особенно аккуратно обошелся с наследством. И хотя ученые активно изучают казуаров, информации об их эволюции не так много, как хотелось бы. Впрочем, пару лет назад обнаружили динозавра, который ну очень похож на нашу птицу. Сходств куча, начиная со впечатляющего гребня на голове и заканчивая длинной шеи и страусоподобным телом. Скелет обнаружили на юге Китая, и хотя пока тщательный анализ находки не проводили, вполне возможно, что да, когда-то такие динозавры оказались в австралийской изоляции и со временем превратились в казуаров. Но почему казуар решил остаться казуаром? В конце концов, эволюция – штука гибкая, и можно было превратиться в кого-нибудь другого. Скорее всего, он занял здесь свою нишу, и необходимости ее менять просто не было. Во-первых, отсутствие хищников позволило казуарам стать большими и нелетающими. Очень удобно. А во-вторых, эти птицы оказались идеальны для места, в котором поселились. Возраст влажных тропических лесов, где живут казуары, оценивается в 180 миллионов лет. Они являются старейшими сохранившимися тропическими лесами на Земле. И как бы странно ни звучало, но эти леса во многом обязаны своим долголетием и обширностью именно казуарам. Все просто. Птицы поедают плоды, причем некоторые из них ядовиты для других животных, и рассеивают семена со своим пометом по всему лесу. И происходит это на большой площади, а значит тропические леса продолжают хорошо себя чувствовать на протяжении вот уже многих веков. Так, кого мы еще не упомянули? Точно, лягушек. Итак, вот как лягушки выглядят по всему миру. Обычные, милые, чаще всего зеленые. А вот как лягушка стала выглядеть, когда попала в Австралию. Да, этот розовый комок желе – реально лягушка, которая отказалась почти от всего, что в принципе ассоциируется с лягушкой. Вместо этого животное решило жить в пустыне, копая норы. Вот так выглядят обычные лягушки, если оказываются в местах, где им не хватает влаги. Но лягушка-черепаха – максимально необычное животное. Во-первых, если вы ее увидели, то, скорее всего, находитесь в центре австралийской пустыни. Лягушка-черепаха предпочитает жить на песчаной и рыхлой почве. Кроме того, похоже на кусок сырого мяса, которому кто-то наклеил глаза. Во-вторых, это одна из немногих лягушек, которая никогда не была головастиком. Из-за недостатка водоемов в пустыне лягушка-черепаха дожидается проливных дождей, выходит на поверхность, чтобы спариться, и откладывает икру, из которой вылупляются маленькие, но вполне сформировавшиеся лягушата. Никаких головастиков, никто никуда не плывет. Но то, что делает эту лягушку наименее похожей на остальных, будет понятно в основном зоологам. Лягушка-черепаха роется в песке передними, а не задними лапами. Да, это важно. Любая обычная лягушка, желающая зарыться в почву, зачерпывает ее задними лапами, просто потому что они мощные. Лягушка-черепаха для этого использует передние, потому что со временем ее задние лапки укоротились и ослабли. Теперь лягушка немного качок. И именно это, небольшое изменение в поведении, сделало ее наименее похожей на лягушку. Ладно окраска, ладно размер, но у лягушки-черепахи нет даже лягушачьего тела. И почему же она стала такой? Ответ все тот же. Когда Австралия отделилась от остального мира, бла-бла-бла, вы поняли. Стало жарко, у лягушки не было выбора, и теперь она вот такая. Это в любом случае лучше, чем вымирание. И после лягушки-качка кажется, что все, странности Австралии должны закончиться. Ха, говорит нам эволюция. А потом создает гигантского сцинка. Около полутора тысяч видов ящериц, живущих на Земле, относятся к семейству сцинков. Это такие мелкие рептилии с короткими лапками и без чего-то похожего на шею в привычном понимании. Эти коренастые маленькие существа встречаются практически везде. Не то чтобы удивительно, что самый большой сцинк, известный в истории, был совсем недавно обнаружен там, где когда-то бродило множество других гигантских существ. В Австралии. Ученые нашли в пещерах в Новом Южном Уэльсе необычайно большой череп и челюсть, похожие на останки ящерицы. Анализ показал, что эти две кости принадлежат вымершему виду сцинков, виду, который до сих пор не был известен науке. Новый вид, названный первооткрывателями мегачонг и чонкозавр, значительно крупнее современных сцинков. Средний сцинк имеет длину около 10 сантиметров и вес меньше 2 граммов. Но этот недавно обнаруженный парень вырос до 55 сантиметров в длину и весил около 2,7 килограмма, что делало его примерно в тысячу раз больше по сравнению с потомками. Ближайший современный родственник вымершего гиганта выглядит вот так. Это короткохвостый сцинк, крепкий, сантиметров 30 в длину, но ему все равно далеко до чонкозавра. А его гигантизм объясняется просто. Схема все та же, хищников мало, еды много, так что ящерица могла себе позволить стать большой. И да, Австралия богата на больших животных. Кенгуру весом 450 кило, вомбаты под 2 тонны, восьмиметровые ящерицы, нелетающие птицы весом 180 кило и черепахи размером с фольксваген. Все это прошлое Австралии. Огромная птица с размахом крыльев 3 метра, один из самых больших орлов, которых когда-либо видела планета, разумеется, тоже жила в Австралии. В нее были когти, которые могли схватить даже коалу или маленького кенгуру и превратить этих зверей в свой обед. Все эти удивительные звери обитали на территории Австралии, а затем 45 тысяч лет назад практически все внезапно вымерли. Почему? Потому что из уравнения много еды мало хищников убрали это самое мало хищников. На континенте появились люди. Недавно ученые пришли к выводу, что некоторые из этих крупных существ, которые когда-то бродили по Австралии не исчезли из-за изменения климата, как предполагалось ранее. Похоже, их просто съели или уничтожили их среду обитания. Но оставим людей в стороне, про них и так все понятно, человечество вечно все портит. А вот Австралия создавала и создает удивительных животных, а потом творит с ними всякое. Даже растения тут до сих пор вырастают нереально большими. Сложно поверить, но да, это все одно единственное растение. И это тоже единый организм. Вот тоже он. В июне 2022 года появилась информация о том, что ученые обнаружили крупнейшее в мире растение. Это морская трава, которая нашлась в Австралии и выросла более чем на 181 квадратный километр. И не просто выросла, а сделала это многократно клонируя себя. Растению, называемому лентовидным сорняком или Посидония аустралис, около 4,5 тысяч лет. То есть времени на клонирование у него было полно. Возможно, в результате получился самый большой живой организм в мире и уж точно самый крупный известный пример клонирования. Вообще-то ученые просто изучали морскую траву, чтобы проверить ее на генетическое разнообразие. Представьте, насколько они удивились, когда выяснили, что огромные подводные луга на самом деле одно растение. И это растение, каким-то образом научилось выдерживать широкий диапазон температур, изменение солености и экстремально яркое освещение. Для любого другого растения такие условия были бы невероятным стрессом. А это ничего, растет себе, не тратит время на размножение классическими методами и, похоже, этим обеспечило себе нереально долгую жизнь. Представляете, эта трава буквально застала создание великой пирамиды Гизы, написание Илиады и даже вымирание мамонтов. А теперь просто челит в водичке на мелководье. Живет свою лучшую жизнь. До скорого!